Приветствую вас и скажу сразу, что если у вашей девушки к вам нет чувств, то если у вашей девушки ушли чувства к вам, то вам их, то бишь чувства, не вернуть никак. Потому что чувства, они либо уходят, да, либо они есть, либо их нет. По факту, поэтому если чувства ушли, если они ушли действительно, то нет никакой возможности их вернуть. Но очень часто, очень часто бывает так, что чувства не ушли, чувства не уходят. Очень часто бывает так, что чувства просто прячутся, они просто прячутся как бы за какими-то обидами, за каким-то негативом, за какими-то представлениями, за страхами и чем-то еще. По факту, по сути дела. Вот. И в этом случае, в этом случае, вы, конечно, можете вернуть, вы можете вернуть чувства девушке, вы можете это сделать. Если только у нее они, ну, действительно есть, вот, эти самые чувства, вот. Значит, в первую очередь, вам необходимо наметить со своей девушкой определенную модель поведения. Такую, чтобы ей нравилось, то есть, чтобы ей было хорошо, чтобы она чувствовала себя как-то комфортно, чтобы ей было приятно, чтобы ей было спокойно с вами общаться, вот. И, соответственно, тогда и только тогда у вас появится шанс. У вас появится шанс, значит, ну, шанс того, что чувства девушки вернутся. То есть, продумайте, что вы будете делать, продумайте, как вы будете поступать, продумайте свое поведение, продумайте свою модель поведения по отношению к, ну, к ней, да, к девочке, вот. Продумайте это все и начинайте реализовывать, предварять в жизни свой план. Только претворив в жизни свой план, только реализуя этот план, вы сможете реально проверить, есть ли у девушки чувства к вам или нет. Вряд ли есть какие-то другие способы это сделать. Вряд ли есть какие-то другие способы проверить еще, если у девушки чувства или нет. Конечно, можно исходить из того, да, можно исходить из того, по какой причине у девушки исчезли чувства вообще к вам. Вот, то есть, что ее обидело, что ее отдалило от вас, ну, может быть, да, вот. И, соответственно, уже исходя из этого можно выстраивать какую-то свою модель поведения. Обязательно, обязательно, что вам нужно сделать, значит, это определить для себя, почему и для чего вы хотите свою девочку вернуть. То есть, зачем вам это? Если вы, например, ее любите, сами, то желаете для нее счастья. Ну, я так думаю. Если вы желаете для нее счастья, то подумайте, подумайте. Будет ли для нее большим счастьем, только честно, только честно, будет ли для нее большим счастьем вернуться к вам или быть с вами, или взаимодействовать с вами. То есть, постарайтесь вот себе на этот вопрос ответить, только честно, опять же, честно ответить себе на этот вопрос. Для чего вы хотите вернуть ее? Зачем вы хотите ее вернуть? С какой целью вы хотите ее вернуть? Хоть я так полагаю, что если вам будут даны эти ответы, вот, то ситуация будет более ясна, для вас ситуация будет более ясна. И вы сможете уже действовать, ну, несколько более особо для себя. Потому что, если вы, например, хотите вернуть чувства девушке для своих целей каких-то, то вряд ли это возымеет эффект, потому что девушка будет чувствовать, что вы делаете это для себя, а не для нее. И поскольку вы делаете это для себя, а не для нее, то она будет ощущать неискренность с вашей стороны. Она, естественно, не будет принимать на веру то, что вы, допустим, будете делать, то, как вы будете себя вести, ну и так далее, так далее, так далее. То есть обычно, обычно, когда говорят, вот, про возвращение, да, про возвращение чувств, первым задается всегда вопрос, зачем? Для чего? Для чего? Для чего вернуть? Человек хочет. Вот именно из этого нужно исходить вам, я полагаю. И в общем и целом, тогда ситуация будет для вас гораздо более понятной. То есть вам самому будет легче в ней ориентироваться. Может быть, вы сперва реализуете свои какие-то желания, да, не связанные напрямую с девушкой, а уже потом будучи менее, например, заинтересованным в том, чтобы, ну, девушка была с вами. Вот, и это означает более свободным, да, более свободным в своем выборе, скажем так, в своей модели поведения. Вы уже можете ее, собственно говоря, вернуть. И вот я полагаю, что это и может являться ответом на ваш вопрос. Потому что, ну, довольно мало информации вы предоставили, да, то есть если бы вы написали, например, почему вы расстались с девушкой в составе, да, из-за чего у вас были проблемы, вам можно было бы тогда более детально ответить. А пока на общий вопрос, соответственно, общий ответ. И помните, что результат, вот, результат того, что вы будете делать напрямую зависит от того, напрямую результат зависит от того, на что вы ориентированы. То есть ориентированы вы, если на себя в отношениях, ну, или не в отношениях, а, например, в действиях по возврату девушки. Если вы ориентированы на себя, то я боюсь, я боюсь, что ничего, ничего не получится, абсолютно ничего не получится, потому что девушка, она всегда будет чувствовать, что вы ориентированы на себя, а не на нее. И это будет серьезной, в общем и целом, проблемой, ну, при контакте вами, между вами, при контакте между вами, вот, это будет серьезной проблемой. Я думаю, что примерно вот так можно вам ответить на вопрос. Понимаю, что этого, возможно, мало, этого, возможно, недостаточно. Понимаю, что вам, возможно, хотелось бы больше, вот, но постарайтесь, пожалуйста, сейчас понять именно этот момент, что информации, которую вы дали, недостаточно. Вот, недостаточно для того, чтобы дать вам стоящие рекомендации, действительно, ну, конкретные, чтобы дать вам именно конкретные рекомендации. Ну, это возможно, если вы, например, более подробно опишите свою историю, например, в личной консультации. Вот, это вполне возможно. Я полагаю, что на этом, на этом можно закончить. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. По крайней мере, прежде чем вы собираетесь, соберетесь что-то делать, да, вы, по крайней мере, подумаете над своими мотивами, да, над своими целями. И уже поведение свое будете устраивать исходя из этого, что я считаю несомненным плюсом. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Если вопросы остались ко мне, пишите, буду рад помочь. Если понравился ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Продолжение следует...